Компактные кроссоверы. Класс относительно молодой, но кажется, что они были всегда. Прижились они у нас во многом благодаря универсальности. Они достаточно проходимые и места на парковке занимают немного. Посмотрим, какие модели этого класса появятся на наших дорогах в обозримом будущем. Subaru испытывает новое поколение модели Crosstrek, известной на российском рынке под именем XV. Под слоем камуфляжа угадывается обновленная решетка радиатора с крупными ячейками. Более рельефные бамперы и расширители колесных арок. Изменили и конструкцию рейлингов. Скорее всего, моторы останутся прежними. Это зарекомендовавшие себя четверки объемом 2,2,5 литра, работающие в паре с варианом. Фирменный симметричный полный привод, конечно, тоже остались. Ждать обновленный XV в этом году не стоит, а вот в следующем вполне вероятно. Новое, третье поколение Nissan Qashqai уже продается на европейском и азиатском рынке. К нам оно тоже скоро должно пожаловать. К тому же, недавно производитель пополнил арсенал двигателей гибридной установкой e-Power. Она состоит из полутора литрового трехцилиндрового турбодвигателя с переменной степенью сжатия и электромотора мощностью 190 лошадиных сил. Причем ДВС в этой паре не связана с колесами и используется исключительно для питания генератора. Несмотря на все ухищрения, расход топлива гибрида не сильно впечатляет. В среднем 5,3 литра на сотню. Это всего на 300 миллилитров меньшей версии с обычным мотором. Зато выбросы углекислого газа получилась серьезно с ними. Есть режим, с которым можно разгоняться и тормозить только одной педалью акселератора. Эксперты предрекают, что третий Qashqai прибудет к нам в следующем году. Kia испытывает на дорогах общего пользования обновленную версию своего компактного селта. У модели появится красивая линзованная оптика и решетка радиатора необычного дизайна. Крыша и антенна-плавник, судя по всему, останутся приятны. На выбор будут доступны моторы объемом 1,6 и 2 литра, мощностью от 120 до 177 лошадиных сил. По-прежнему можно будет выбрать вариант с полным привыком. По предварительной информации, обновленный Селтас выйдет на рынок до конца года. В общем, бренды продолжают разрабатывать модели и внедрять гибридные установки. Да, возможно, какие-то новинки вопреки планам не приедут в Россию, но их место точно займут другие. Конкурентный автомобильный рынок точно не терпит пустоты. Продолжение следует...